Здравствуйте, мои любознательные друзья! Я, как всегда, рад видеть вас и сразу же хочу задать несколько необычных вопросов. А доводилось ли вам когда-нибудь строить бани? Думаю, нет. Тогда мы с вами сейчас этим и займёмся. И попрошу не падать от удивления со стульев и кресел. Я сейчас всё объясню. Дело в том, что на адрес нашей академии пришло письмо от Тани Аросевой из Тамбова. А она строго вопрошает. Дорогой профессор, вы рассказываете о путешественниках, которые месяцами находятся в дикой природе. Неужели они всё это время не моются по-настоящему? Вот уж, наверное, грязью зарастают. Спешу тебя успокоить. Наша юная поборница санитарей гигиены не зарастают. При известной смекалке в самых далёких от цивилизации местах можно из подручных средств построить неплохую баньку. Как? Итак, уже приступаю к рассказу. Сначала нужно определиться с местом. Лично я рекомендую берег ручья, реки или озера. И воду таскать недалеко, и можно после баньки искупаться. Теперь делаем специальный банный костёр. Ну, конечно, в кабинете я разжигать его не стану из соображений пожарной безопасности. Я только объясню принцип такого костра с помощью вот этих зубочисток. Итак, выкладываем слой дров и на них потом слой камней. Вот таким примерно образом. Теперь разводим огонь. Ну, в условиях кабинета, конечно, воображаем. Когда костёр как следует разгорится, поверх него кладём второй слой дров. Вот примерно вот так. Потом ещё один слой камней. Так. И так, пока в огне не окажется около ведра этих самых камней. Теперь два часа поддерживаем жаркое пламя, пока камни не раскалятся до красна. На этом же костре можно нагреть и воду для будущей помывки. Ну, вот эта крышечка будет у нас играть роль ведра. Поставим её сверху. Тем временем занимаемся постройкой, собственно, бани. Для этого нам понадобится 3-4 жерди или длинные ветки. Так. Ну, я традиционно воспользуюсь палочками. Недалеко от костра. Втыкаем наши жерди и связываем их верхушки. Получился вот такой шалаш. Теперь вооружаемся толстыми палками и закатываем... Вот, воду снимаем. Закатываем горячие камни из костра в шалаш. И не забудьте потом тщательно полить водой эту дорожку, по которой катали камни. Теперь очень осторожно накидываем на шалаш полиэтилен. Лучше одним куском. Вот таким образом мы его заматываем. Вот так вот. Значит, полотнище полиэтилена должно быть размером примерно 3 на 3 метра. Его легко носить в походном рюкзаке. Края полиэтилена надо придавить чем-нибудь тяжёлым. Например, камнями. Вот у нас есть камни, которые для костра нам не пригодились. Зато пригодятся вот сейчас. Зачем нужны камни? Иначе в самый разгар водной процедуры его может просто унести ветер, полиэтилен. Заносим внутрь импровизированной бани ведро с водой. Вот. Здесь у нас вход. Занесли ведро. Закрыли. Вот так. И всё. Пожалуйста, можно мыться. Плещем на раскалённые камни приигрышню другой воды и получаем приотличную парную. Не хуже, чем в знаменитых сандунах. Вот так-то, уважаемая Таня. А ты говоришь, грязью зарастают. Ничего подобного. Уверив нашу корреспондентку в чистоплотности путешественников, я с чистой же совестью принимаюсь за письмо Жени Ткачёва из Волоколамска. Женя спрашивает. Почему коралловые острова находятся только в тропиках? И чем они отличаются от атолла? Дорогой друг, я непременно отвечу на твои вопросы, но прежде разреши напомнить, как образуются кораллы. Вот передо мной самый настоящий коралл. На вид камень, как камень. А на самом деле это общий скелет целой колонии крошечных морских животных – коралловых полипов. Едва появившись на свет, полип прилепляется к поверхности скалы под водой и тут же принимается за работу. Он получает из морской воды кальций и строит из него домик – трубочку. От одного животного отпочковывается другое, третье и так до бесконечности. Когда старые полипы умирают, их скелеты остаются, а на них нарастают молодые организмы. Кроме того, на кораллах и между ними селятся особые кораллиновые водоросли. Они настолько пропитаны известью, что больше напоминают камни, чем растения. Именно кораллиновые водоросли образуют гладкое прочное покрытие, которое цементирует кораллы в монолит. Вот так потихоньку, общими усилиями водорослей полипов образуется коралловый риф. Риф – это каменная гряда, расположенная близко к поверхности воды. Время идет, деятельность поколений полипов и водорослей продолжается, и в результате слой за слоем, век за веком риф увеличивается в ширину и высоту. Иногда коралловый риф образуется вокруг самого обычного острова, словно окаймляет его. Тогда он называется окаймляющим коралловым рифом. Но что произойдет, когда колония полипов заселяет окрестности вулканического острова? Давайте посмотрим. Однажды вулканический остров начинает погружаться в море, но риф-то продолжает расти. Постепенно между ним и оставшейся над поверхностью моря верхушкой вулканического острова появляется участок воды – лагуна. Такой риф уже называют барьерным рифом. Порой вулканический остров полностью уходит в глубины моря. Тогда над водой остается только кольцо кораллового рифа. В этом случае он получает другое имя – атолл, или, как его неправильно называют, коралловый остров. Но мы-то, уважаемые Женя, теперь знаем, что по своей сути атолл – это коралловый риф. Для того, чтобы эти крошечные животные могли селиться огромными колониями и строить рифы, им нужны благоприятные условия. Чистая вода не холоднее 20 градусов по Цельсию и обилие планктона, которым они питаются. Этим требованием отвечают только воды по обе стороны экватора и только там, где не проходит холодное течение. Но, довольно с нас рифов, нас ждет письмо Никиты Остапова. Никита хочет знать, где находится огненная земля и кто из наших соотечественников побывал на ней первым. Итак, огненная земля. Она находится вот здесь. 54 градуса южной широты и 70 градусов западной долготы. Это архипелаг на крайнем юге Южной Америки. В его состав входит около 40 тысяч островов. А для того, чтобы узнать имя нашего земляка, первым посетившего эту отдаленную область, мы совершим небольшое путешествие в конец 19 века. Где моя шляпа? Вот она. Я готов к путешествию. А вы, мои любознательные друзья, тогда вперед! Мы находимся на пристани поселения Ушуайя. Самого, между прочим, южного города в мире и будущей столицы аргентинской провинции Огненная Земля. Особых достопримечательностей здесь нет. Зато какая природа! Видите, вон то паровое суденышко, которое прытко подходит к берегу. А вот и человек, ради которого мы затеяли это путешествие. Позвольте вам представить Николая Михайловича Альбова. Ботаника знаменитого музея при университете аргентинского города Ла Плата. Сей молодой ученый успел объехать полмира и в данный момент готовится совершить путешествие по Огненной Земле. А теперь внимание! Первый русский путешественник вступает на эту загадочную территорию. С этого момента начался для Альбова полуторамесячный путь по горам и лесам Огненной Земли. Где только не побывает Николай Михайлович. На какие только горные вершины не поднимется. Однажды с парой галет и плиткой шоколада в кармане он потеряется в безлюдных горах Сьерра-Сюзанна. Но выдержка и самобладание не покинут ученого. Он не только сумеет выйти к людям, но по пути изрядно пополнит свой гербарий. Итогом его трудов станут 70 ящиков с образцами редких растений и книга. Опыт сравнительного исследования флоры Огненной Земли, к которой биологи обращаются и поныне. Николай Альбов прожил короткую жизнь, которую он провел в бесконечных экспедициях. За то, как писал он сам, я скитаюсь, это правда. Но везде я оставляю за собой след на песках времени. Этот след не пропадет даром. Им воспользуются другие, пойдут по протаренной мною дороге. И результатом этого будет польза для науки и общества. Ну а теперь нам пора отправиться в Лапландию. Нет, не на поиски снежной королевы. Мы выполняем просьбу Наташи Толмачевой, которая хочет знать, есть ли за полярным кругом какое-нибудь красивое место, или там только тундра и вечная мерзлота. Конечно, есть, милая Наташа, как не быть. Например, вот здесь. 69 градусов северной широты, 28 градусов восточной долготы. Здесь расположено весьма симпатичное местечко. Ну что, мои любознательные друзья, глянем на него одним глазком. Любуйтесь, ребята, перед вами озеро Инори. Оно же озеро Инори-Ярви, оно же озеро земель. Третье, между прочим, по величине озеро Финляндии. Его площадь – тысяча квадратных километров. Наибольшая глубина – 92 метра. А островов здесь ровно три тысячи. Не правда ли, суровая красота здешних мест навевает величественные мысли? Теперь, друзья мои, попрошу обратить внимание на леса, которыми окружено озеро. Здесь можно встретить волков и лосей. Правда, все реже и реже. В последние годы Инори привлекает тысячи туристов. Вот дикие звери и уходят от его берегов в поисках более спокойного местечка. Их примеру последуем и мы. Ну что, мои любознательные друзья, по домам? Эх, что ни говори. На Инори хорошо, а в собственном кабинете все-таки лучше. Итак, сегодня мы узнали, как образуются коралловые рифы. Вместе с Николаем Альбовым исследовали огненную землю и посетили берега финского озера Инори. По-моему, мы молодцы. Но сколько интересного ждет нас впереди. Присылайте, друзья мои, свои вопросы по адресу 109-147, Москва, улица Марксистская, 34, корпус 7, телеканал «Радость моя» профессору Иноземцеву. Или оставляйте их на сайте телеканала www.radostemoya.ru С вами был профессор Андрей Иванович Иноземцев. До скорой встречи. Редактор субтитров А.Семкин